Первый из них Анна Иванович против Агюль Аман Мурадовой. Ну и следом будут играть Ким Клайстерс и Флавия Пинетто. Согласитесь, все матчи не лишены. Интересы. Итак, начало игры. Ваш комментатор, я Алексей Михайлов. 0.15. Ну, Иванович букмекер. Какой-то странный прием подачи сейчас Ангель выполняла. Несильная вторая. Как-то совсем робко. По 30. Пока игрового ритма была возможность атаковать с Форхенда. И абсолютно правильно это делала. Отвесистка из Узбекистана. 40-30. Итак, первый гейм берет на свои подачи Анна Иванович. В Торонто сейчас играют. Удачная свеча была выброшена сербской феннисисткой. И в какой-то момент Ангель потеряла мяч из виду. Вот так пришлось подстраиваться. Коротко выполнила свой удар. И, конечно же, Анна бросилась в атаку. Да, пока борьбы мы не видим абсолютно. И вот эта двойная ошибка выдает состояние. Отменная подача. 40-15. 40-15. И снова никаких проблем на подаче сербской теннисистки. Очень легко она выигрывает свои... Пора, Гюль, приходить в себя. Нужно успокоиться. И налаживать игру. Очень скоротечный гейм. 3-1. А Гюль размочила счет. Ну и теперь нужно организовать гонку преследования. У Анны укороченный получился гораздо лучше. Когда она слета выполняла этот удар. Прием подачи дропшотом. Это очень рискованное занятие. Но тут варианта для подящей удары не было. Она перекрывала всю сетку. Да, если так сербская теннисистка и дальше будет действовать на своей подаче, то шансов зацепиться будет совсем немного. Сейчас Анна... Да, я под большим впечатлением нахожусь от игры Анны Иванович. Давненько она не выглядела вот настолько боеспособной. И посмотрите, какое количество своих атак она завершает впереди у сетки. Видимо, план на игру был именно такой. И она его придерживается. По 30. Энс Гюнтхард на ваших экранах. Потрясающе. Как решительно действует Анна. И ее игра близка. Идеалу. Ак-дюк пока что не понимает, где она находится. И как-то заявить о своем участии в этом четвертьфинале у нее явно не получается. 5-1 на первый сет подает Анна Иванович. 50-1 на первый сетки. 30 тонн. Зацепиться за него уже не получится. 20 минут продолжался этот первый сет. И вот этой стартовой партии как не бывало. Да, Анна Иванович по всем статьям абсолютно переигрывает свою соперницу, а Герман Сижин... Да, Анна Иванович. Да, Анна бесподобна. На своей подаче она действует настолько решительно, агрессивно, жестко. Пока у Агюль нет ни единого шанса зацепиться. Но нужно продолжать сражаться и даже... Это уже совсем другой, не самой сложной ситуации. Попало первым мячом. Здорово. И с того гейма, в котором борьба вроде бы начинала завязываться, вот так завершается в пользу Иванович. Очень хорошо двигается сербская теннисистка, все время вовремя оказывается у мяча и играет по месту. Двойной брейкпоинт. Очень плохо Агюль контролирует мяч. Хотя возможности ей дает соперница, но... Собственные ошибки, конечно, не позволяют играть хотя бы на равных 3-2. Агюль. Хорошая, хорошая обводка получилась сейчас. Она так с удовольствием завизжала. Болельщики с готовностью откликнулись. И выход к сетке после удара под Форфанг. Под Форфанг, конечно, это было опрометчиво для Агюль. 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 Агюль все время в последний момент. У Анны все время есть время. Время на... Агюль. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 4-2 становится счет в пользу сербской теннисистки. Ни разу смеш она сегодня не промазала. Каждый разбьет точно по месту. В седьмом гейме подавать будет Агюль Аман Мурадова. Н Birazoret! Форфанг М хорошая пауза была выдержана перед этим ударом чисто выигранный мяч и вот ударом слева еще один шаг к победе делает Анна Иванович в следующий раз она будет подавать уже на мать ну а как говорят в таких случаях об этом укороченном писали во вчерашней газете и она ее читала и вот так все заканчивается Адюль не попадает в смеш и Анна Иванович даже не верит в тот успех в ту удачу которая сопутствует и на этом турнире ну что ж она выходит в полуфинал турнира в Ценценате будет играть она с победителем матча Ким Клайстер с Флавио Пинетто и собственно говоря это четко